здравствуйте дорогие друзья итак очередной ножик делаем обзор и тест каузер к от компании кайзер здесь не просто так лежит здесь целлофанки и в коробочке приехал мне нож в рамках сотрудничества с компанией тоже фирмы кайзер вот и когда мне прислали фотографию менеджер ножа которые отправили на фоне вот этого таузера я понял что в компании дела пошли очень хорошо при том что здесь находится версия мини я даже боюсь представить какого будет размер полноформатный нож какого размера но факт это менее итак смотрим вот артикул это у нас называется кайзер мини парагон новинка 2022 года по крайней мере так у них заглавлено на сайте так у них стоит на сайте что новинка 2022 года как всегда здесь буклетики салфеточка все стандартно ну и вот этот красавец внизу что мне нравится у кайзеров у них всегда есть винтики и на винтиках даже нанесен фиксатор фиксатор резьбы здесь полный комплект и так там за мини парагон открываем укрепляем кодчик и достаем это в сторону вот вот такой вот здесь находится внушительный девайс ну давайте я так сейчас поставлю и сравним вот вот здесь у нас оси и вот я так и выровнял а тут флиппер он плохо устойчиво стоит ну как сами можете видеть здесь рукоять еще если включая бэкспейсер кстати он из этого из ми карты рукоять он сам по себе длиннее чем таузер где-то на сантиметр даже может чуть больше то есть вот это таузер полноформатный размер это парагон мини ну там за уберем он нам не нужен так итак смотрим осевой микарта клипса и клинок ну а теперь давайте откроем так вот здесь уже сразу когда стараемся попасть на флиппер здесь у нас вот такие присутствуют насечки насечки которые сразу как бы пальцем ощущается то есть двигаем и начинаем открывать но сначала пока мы приготовим если чтобы потом взвесить ножичек и так уахты и вот вот это мини версия парагона в своем полном великолепии ну что могу сказать что могу сказать ощущение ощущение очень необычные я такого девайса в руках один раз держал по моему в руках это был всем известный примерно таких форму никаких так футуристических был квартир мистер вот но это конечно серьезная такая машина и так что мы имеем судя по описанию сайта кайзер найвс это модель мини парагон сталь на клинке здесь у нас сто пятьдесят четыре см стиль клинка танто но танто но дело в том что режущая кромка она сделана не прямая рекурвой но я думаю что здесь она не явно выраженная рекурва поэтому за точкой проблем быть не должно да не должно длина клинка здесь по заверениям производителя восемьдесят семь миллиметров где бы линейка восемьдесят семь миллиметров да так оно и есть ширина здесь в самом примерно широком месте 40 43 миллиметра но что сразу бросается в глаза при казалось бы вот этом массивном клинке его всего толщина 3 и 2 миллиметра и за счет этой геометрии резать должен в теории должен резать хорошо также очень широкий и довольно мощный по размеру плавник почти 10 миллиметров то есть упор для пальца здесь во всех либо в таком ударе либо таком либо так палец никак не соскочит потому что расстояние вот здесь от конца флиппера до уже вот более комфортного удержания где под пальцевая выемка практически почти 13 13 миллиметров то есть палец соскочить на рк не может никак тем более здесь на флиппере есть на плавнички есть насечки три штучки и поэтому но они не царапают кстати ну вообще даже не ощущается что касается вот этого упора который идет на обухе палец здесь сразу кладется вот сюда то есть когда вы держите нож вот так это такое впечатление что вот именно рубящие движения направо и налево отбиваться от супостатов это я так думаю то есть здесь пальцы четко располагается по всей геометрии рукояти большой палец сразу кладется в упор и все и можно рубить направо и налево но если даже мы что-то берем нарезаем здесь все также очень все удобно средний палец лежит здесь в районе замка но а большой палец свой указательный палец вот он здесь попадает как раз на этот выемку на этот упор и что-то мы будем резать но скорее всего что понимание в нашем понимании четко что-то резать не получится потому что здесь нарезать не получится продукты потому что здесь видите вогнутая режущая кромка здесь только рабочий участок это танто и вот этот кончик но по разделке мы попробуем как он будет работать то есть вообще что от него ждать и как вообще работает эта геометрия для меня тоже этот в новинку также как и вам поэтому о функционале вот данного ножа ничего не могу сказать так что мы имеем по весу по весу мы имеем 196 грамм от аузер ну здесь получается вот этот медный полностью на 7 грамм легче нежели вот этот но он на сантиметр короче если если не больше так сейчас мы посмотрим так здесь у нас 133 миллиметра до 133 миллиметра точно как и в этом как справочники на сайте а здесь у нас всего 105 миллиметров ну вот получается до хренища конечно ну что ж сразу хочу сказать вот этот момент как-то сразу вот он когда берете нож в руки вот этот торчащий бэкспейсер он не то что как бы мешает но он сразу ощущается в ладони то есть если бы его не распрятали заподлицо сделали со стальными плашками то есть просто было как бы ровненько и без вот этого выступа без ничего я думаю он бы смотрелся по-другому но сделали так значит сделали так при сильном сжатии клипса здесь вообще не ощущается клипса очень тонкая как она будет позиционироваться на кармане понятия не имею но не особо не особо жесткая ну в общем нож довольно таки своеобразный интересный интересный необычный дизайн необычное строение клинка танта вогнутая рекурва ну надо дать должное заточка с завода на хорошем уровне дизайнер этого ножа судя по сайту rs knife works вот кто это такое понятия не имею но в общем он сделал вот такой вот нож кстати здесь на клинке также большое отверстие которые занимают площадь почти 18 миллиметров длиной и 9 миллиметров почти 10 миллиметров шириной за это отверстие тоже можно открывать клинок для большого пальца если аккуратно ну а можно флиповать сразу хочу сказать что клинок тяжелый и нужно усилие прикладывать либо стряхнуть чуть-чуть рукой либо пальцем прикладывать усилие чтобы он как говорится флипанул так круто так как красиво и аккуратно ну что ж впереди будут у нас небольшие тесты что могу сказать по целом по концепции ножа нож в сам по себе задумка интересная насколько функционально не могу судить потому что не знаю будем пробовать и потом все будем выяснять в процессе работы что им удобно делать что неудобно что касается лаконичного дизайна то могу примерно предположить что если где-то в обществе вам надо будет что-то открыть или открыть или порезать пиццу или еще что-нибудь и вы достанете вот такой ножичек такого дизайна и откроете его реакция людей может быть несколько сказать непредсказуемой потому что во первых нож сразу будет как говорится бросаться в глаза своими размерами своим дизайном своим таким хищно-тактическим видом то есть люди будут как бы даже особо впечатлительные могут быть и напуганы потому что все когда видят такой формат клинка думаю что это какой-то там тактический ножичек ножичек а не какой-то маленький хвост быт для очистки овощей яблочек и там чего-то еще ну будем в общем смотреть как он будет в работе не переключайтесь весьма интересная модель посмотрим приветствую всех городских выживальщиков которые выживают каменных джунглях 21 века и так мини парагон от компании кайзер после намок нам после того как микарта намокла смотрите какой цвет у него получается то есть и она такая становится бархатиста шершавая ну что для городских выживальщиков главное что чтобы нож который у них есть в руках справился с повседневными какими-то задачами либо мы уходим выживать допустим в пиццерию папа джонс и там надо будет расправиться с пиццами с разными либо а я в американскую пиццу идем куда-нибудь то есть где-нибудь надо выживать и нам нужен нож и сейчас я сейчас буду готовить огурцы малосольные быстрые в пакете но это не рецепт вот пакет приготовил огурцы это не рецепт приготовления а именно того как будет работать нож вот с этой с геометрией клинка танта рекорва в общем вот такой ширины вот такой размера ну что ж давайте начнем так это большой я его наверное сделаю пополам ну сразу как я вчера вам не говорил предполагал что ну да здесь картошечку им чистить будет не совсем удобно но при нарезке сразу говорю либо нарезать этой частью либо мы другой попробуем отрезать какая-то фигняшечка прилипла так одиночки что-то на ужин захотелось в принципе можно и так резать то есть прорезает и потом вот этим уголком аккуратненько все это чикается легко и просто единственное что будет чаще испытывать нагрузки сейчас мы как раз и посмотрим так огурцы мы порезали отрезаем кончики здесь без вариантов здесь здесь без вариантов только вот этим участком насыпаем который там-то потому что укроп здесь без вариантов берем огурцы и сюда насыпаем укроп укропий укропий о, запах какой пошел так чеснок укроп вот здесь без вариантов так как человек который проработал несколько лет на кухне могу так сказать что этот нож я примерно теперь могу понять и сказать назначение если будем работать в бытовых условиях вот эта часть рекурва это скорее всего можно будет у рыбы срезать плавник брать его и срезать то есть будет очень удобно нарезка вся производится только маленьким клинком не маленьким клинком а маленьким участком режущей кромки вот этим здесь без вариантов так запускаем сюда чеснок зато подгребать хорошо лопата такая так чуть-чуть я туда добавляю перчик подсох буду добавляю туда перчика так ну остальные ингредиенты потом добавлю туда соль молотый перец и положу в холодильник часов через пять я думаю будет готово сейчас у нас на делать ребрышки часть ребрами часть безерюбер так ну что начинаем убираем так чтобы он не мешал кстати по мясу работает очень хорошо необычно 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 в том плане что ну все охотники знают что рекурва сама по себе довольно таки резучая геометрия и вот к этому строю клинка надо приноровиться то есть получается что вот мы его прорезаем но кончик вот этот уголок может не прорезать потом чуть-чуть поднимаем то есть рез осуществляется таким образом начинаем резать мясо рекурва начинает резать но потом уже в конце поднимаем понятно что за один раз можно прорезать но все таки вот это переменная геометрия переменная геометрия накладывает свои ограничения по резу скорее всего что да и не то что скорее всего вероятнее всего этот нож сейчас извините я тут полубираю пока буду рассказывать что этот нож будет хорош именно если туша зверушка висит в подвешенном состоянии то есть и вы допустим начинаете подрезающие подсекающие движения делать там снимать шкуру обрабатывать его вот в этом при этом при этом использовании я думаю что вероятнее всего что этот нож будет очень хорош потому что сама будет хорошо прорезать и когда начинает прорезать участок потом переходит на острый кончик угол и потом остальные движения окончательные подрезки будет происходить вот этим участком танта вот либо либо будет работать должен хорошо работать по рыбе то есть если ее ставить вот она у вас лежит тушка рыбы и вы начинаете резать то есть сразу вы зарезаетесь вот с этого с этого вот участка вот с этого уголка и сразу начинаете резать и потом переходите на этот же участок режущей кромки которые прямой танто либо вспарывающим движением если вспарывать то получается за слишком задропленный обух задропленный обух и при разрезании сейчас давайте попробуем мероприятия попробуем как бы сымитировать вот у вас если рыба и вот вы его вставляете и вот видите да как разрезает то есть режет очень четко обух скользит и нож никуда не зарывается то есть он не стремится уйти влево в ровные обухи то есть здесь все четко идет никаких проблем нет то есть видите да участок который ну это на мясе я показал на рыбе это будет гораздо более наглядно как будет работать но в целом в целом нож по дизайну конечно такой даже не знаю как его сравнить с чем сравнить своеобразный вот но тем не менее наверное найдутся у него свои почитатели которым этот нож как говорится придется по вкусу шток я буду рассматривать в качестве именно с точки зрения функционала функционал здесь есть но естественно форма клинка она ограничивает функционал этого ножа но она может не ограничить функционал этого ножа при разделке я как уже я сказал подвешенной туши то есть если она висит и вы работаете ей на весу то в этом случае будет работать весь участок длины РК и здесь и здесь что касается домашнего использования здесь без вариантов здесь работает только вот этот участок режущие кромки картошку им чистить неудобно но тем не менее если брать какие-то дачные мероприятия то как я и предполагал рекурва работает очень хорошо по строгании и за счет именно вот этого вогнутого вогнутого длина РК нож не стремится никуда съехать или еще куда-то то есть он работает строго как говорится попендикулярно также хорошо будет вот этим участком срезать плавники большой рыбы то есть вы ее положили если она даже замороженная поставили вот как у вас рыба лежит и срезали махом и все вот весь функционал для домашнего использования что могу сказать покупать его или нет в качестве в качестве достаточно большой необычной игрушки при наличии денежных средств да нож сам по себе необычный прикольный интересный вот в качестве универсала с расширенным функционалом таким который перекрывает все как говорится потребности вопрос спорный это на рассмотрение на ваше усмотрение покупать или нет вот вот но при совокупности качеств вот этого ножа здесь надо четко думать зачем он вам нужен для чего он вам нужен и как вы его будете использовать в общем вот такой вот небольшой экспресс-тест именно показал функционал тот который может быть у вас на кухне здесь без вариантов тот который предположительно если туша висит и вы разделываете этим ножом на весу там полностью будет раскрываться функционал ну и дизайн дизайн это как говорится на любителя но вот я вчера пока читал он у меня как говорится в руках я его хотел пытался понять попробовать то есть что-то в нем интересное есть но применение его лично у себя в городской жизни как таковой ну я не вижу поэтому здесь все теперь вот именно зависит от вас от вашего выбора зайдет вам этот нож или нет ну что ж на этом все всего доброго ссылка на этот нож будет под видео на сайте он стоит по-моему 110 или 119 долларов довольно таки не мало за такой кусок но надо учитывать что это мини максинтерм я думаю полнорасформатный еще больше будет вот в общем здесь все собрано так монолитно добротно и конкретно на этом все всего доброго пока пока пожалуйста в комментариях не надо писать что нож дерьмо клинок хрень вот это в таком ключе свое мнение пожалуйста оставляйте у себя потому что это никому нафиг не надо читать вот эти ваши комментарии если вам нож не нравится это не говорит о том что нож не нравится другим людям поэтому если вы пишите что клинок дерьмо пожалуйста по каким причинам вы так считаете напишите чтобы людям было понятно а не так как вот малолетки ляпнул развернулся сел на самокат и убежал всего доброго пока пока